Он занимается очень благородным видом спорта, я вам говорила, что он сегодня один спортсмен, он занимается фехтованием. Ну, внимание, наш рыцарь сейчас все вам расскажет. Так, ну, здравствуйте еще раз. Немного начательный доклад. Заранее извиняюсь, у меня презентации нет, я буду говорить так, вы меня будете слушать. И я надеюсь задавать вопросы, потому что, ну, тут, ну, в принципе, мне ближе отвечать на вопросы, чем просто рассказывать некоторые общие вещи, которые, скорее всего, в каждом конкретном случае не сработают. Но, тем не менее, попытался собрать какой-то, ну, вот именно небольшой набор рецептов, как общаться с заказчиками правильно, так, чтобы не тратить много времени и много нервов. Так, чтобы вы понимали, ну, кто вам чего рассказывает, я немного расскажу. Ну, как бы, мой никнейм там в Твиттере бегает, там все его знают. Да, вообще, начинал как PHP-разработчик, ну, не считая там прочих, Delphi и всего такого. После этого так судьба сложилась, что я попал в сейлсы, после этого я руководил проектами, после этого я был начальником отдела PHP, опять же, после этого начальником отдела Детнет, после этого начальником отдела iPhone. После этого я сейчас занимаюсь техническим директором учебного центра Ник Солюшенс. То есть я занимаюсь развитием и обучением персонала у нас на фирме. Так, о чем мы, значит, еще раз будем говорить? О том, что всем нам приходится общаться с различными заказчиками, то ли это у нас фриланс, то ли у нас аутсорс, то ли у нас продуктовая разработка. В любом случае у нас есть заказчики. У нас, как и программистов, тестировщиков, опять же, у любой проектной роли есть некие заказчики. И мы должны с ними общаться хорошо и продуктивно. Вот теперь вопрос. Кстати, кому эта тема интересна? Отлично. Хорошо. Давайте тогда разберемся с терминологией. То есть что значит общаться хорошо? Как определить, хорошо мы общаемся или нет? Кто-то может примерно прикинуть? Есть идеи, как определить, что мы с кем-то пообщались хорошо? Тратится минимум времени, достигаются цели общения. Вот. Замечательно. Максимально выиграть. Ну да. В общем, что-либо сделано хорошо, если это что-то достигло той цели, которую мы перед собой ставили. То есть обязательно нужно понимать, зачем мы что-то делаем. И если мы хотим общаться хорошо, то мы должны понимать, зачем мы общаемся. Соответственно, мы должны выдать себе цель. Кроме того, что мы должны достичь цели, мы должны это сделать максимально эффективно. В случае с общением это значит потратить как минимум, ну, в принципе, любое действие является эффективным, если тратится минимум ресурсов. В общении ресурсами являются время и нервы. Вот их тратить должно быть меньше. И из этого следует, ну, в моем понимании, что любое общение должно быть таким. То есть мы сначала ставим себе некую цель свою. Далее мы соотносим ее с целью заказчика, чтобы понимать, мы вообще вправе начинать это общение или нет. Потому что, ну, нет смысла пытаться достичь свою цель, которая заказчика не волнует и никак на него не влияет. И дальше пытаемся это общение построить так, чтобы не тратить ресурсов сверх меры. Куда вообще могут тратиться ресурсы в общении? И из-за чего? То есть почему заказчик трепет нам нервы и тратит наше время? Непонимание. Так, да, есть непонимание. И что это значит? Что он хочет экономить? Он хочет целить в этом. Больше работает, а меньше будет. То есть он нас пытается нажухать. Ну, то есть фактически он нас понимает, он понимает, что мы все прекрасно делаем, но он специально говорит, что вы там неправильно себя ведете, там, давайте мы сделаем еще что-нибудь. Но это... Не специально, но он хочет сэкономить ресурсы на разработку, скажем так, да, вот. Ну, нет, это все понятно, но есть некая объективная реальность. То есть, конечно, человек хочет всегда сэкономить, но если какая-то задача объективно должна она занимает восемь часов времени, как бы он ни хотел, если он при этом честно отдает себе отчет о том, что эта задача действительно занимает восемь часов времени, ну, за шесть он с нас ее не истребует. И так будет делать только, ну, хитро выдуманный заказчик, с которым лучше как бы он ни связывался. Кроме непонимания, ну, предположим, мы разобрались с непониманием, там, поставили с заказчиком, там, встали на одну линию, что еще может быть? Кто-то... То есть у вас с ним не очень согласованные приемочные критерии вашей задачи? Ну, они растут после каждого приема. Ну, так, понятно. Ну, это обычная ситуация, но она как бы фиксируется. То есть, если у вас оговорены заранее приемочные параметры, то как бы они не растут. Потому что по ним произошла приемка, а фича сдана. Если они растут, фича переоценивается, как бы ничего военного в этом нет. Единственный, конечно, вариант в том, что, как обычно, в начале приемочные параметры не были оговорены, и потом может быть все, что угодно. Но тут как бы это больше ваша проблема, чем заказчика. То есть вы же прекрасно знаете, чем заканчиваются такие, думаю, сделайте мне хорошо. Ну, вы никогда не сделаете. Нужно понимать, что значит хорошо, оговорить это с заказчиком, и вдруг выяснится, что хорошо это, форма с двумя кнопками, одним текстовым каким-нибудь значением, ну, и после этого вы легко это хорошо сделаете. Если вы не знаете, что это хорошо, вы этого никогда не добьетесь. Значит, с моей точки зрения, как менеджера, заказчики нам чаще всего трепят нервы из-за того, что они нам не доверяют, то есть они со своей стороны думают, что мы их нажухаем. То есть мы им говорим, задача будет занимать 8 часов, а на самом деле сделано за 4, а еще 4, будем там кофе пить, а они это будут оплачивать. Не доверяют как людям, то есть они не считают нас честными, такое бывает. Далее они могут не доверять нам как профессионалам, то есть они понимают, что да, скорее всего, они очень честно стараются, но не могут налажать, не знаю, как джампшуты и все такое прочее. И еще из-за чего заказчики могут нас, ну, не то что не понимать, но вот тоже забирать у нас время и ресурсы, это когда они не видят, что нам не пофиг на проект, они тогда начинают себе думать, а вдруг все их замечательные технические решения, честно оцененные, на самом деле не самое лучшее, что они могут нам дать. То есть мы делаем на отвяжись, и заказчик это может чувствовать и нервничать. Вот как бы эти три, как по мне, больших куска, куда уходят время и нервы, их надо как-то элиминировать. Что из этого, ну как бы что нужно делать, то есть какую стратегию общения можно выработать? Ну опять же опыт говорит, что в принципе, ну их таких стратегий может быть много, ну как бы, чаще всего встречаются три. Все в контракте, то есть такая стратегия общения, которая говорит, вот он контракт, все, что законтрактовано, мы делаем, что не законтрактовано, мы не делаем. Плюсы той стратегии в том, что, как бы, говорить-то особо не о чем. То есть все уже оговорено заранее, все очень регламентировано. И минусы этой стратегии точно там же. То есть все уже оговорено, поменять сложно, как бы это, от этого все стараются уходить. Хотя иногда случается, и это может иногда приносить свою пользу, но как бы все реже и реже. Вряд ли это веб-разработки и в тех местах, где нужны быстрые изменения. Еще есть такая стратегия общения, которая называется, ну там, это все моя терминология, я на что не претендую, но как бы вроде как работает. Общение, основанное на дружеском доверии. В чем плюсы этого, такой стратегии? То есть вы, как бы, дружите с заказчиком, заказчик на дружеской почве перестает паранойиться по поводу того, что вы его будете дурить. Кроме того, плюсом такого общения является то, что если вы сложали, заказчик вас, ну, может простить несколько раз. Понятно, что если вы будете ложать постоянно, как бы вы ему все равно перестанете нравиться. Но какой-то кредит доверия у вас будет. А минусом этой стратегии является то, что, ну, когда вы ложаете, заказчик думает, ну, мы все свои, ладно. Ну, сложал, ничего страшного. А минусом является то, что когда вы приходите к нему с инвойсом, он тоже такой думает, ну, ладно, мы все свои, я заплачу чуть-чуть попозже, тоже ничего страшного. Вот. Поэтому, как бы, если у вас нет другого выхода, или вы очень неуверен в себя как технический специалист, да, возможно, имеет смысл подружиться. Но в моем понимании, что лучше всего работает общение, основанное на профессиональном доверии. Почему это хорошо? Потому что если заказчик считает вас профессионалом, он отдает себе отчет о том, что, первое, профессионалы следят за репутацией, то есть вряд ли вы будете его обманывать. Профессионалы знают, как лучше. У них есть опыт, у них есть, если не опыт реализации, по крайней мере, они знают, где это посмотреть, где найти, предложить какое-то решение. И, естественно, они понимают, что профессионал не работает бесплатно. То есть тут не будет вот этих дружеских штук, типа, ну, что там, ты слажал, а я тебе заплачу там через месяц или еще что-нибудь. Вот. Но есть, естественно, обратная сторона металя. То есть если вы приняли такое правило игры, то вы должны понимать, что за все факапы вы должны нести ответственность. То есть если вы профессионалы, и вы сложали, это ваша проблема. Возможно, вы должны там чего-нибудь сделать бесплатно. Возможно, у вас будут какие-то штрафные санкции. Вы сами даже должны сказать об этом заказчику, что мы в себе уверены. Поэтому, чтобы ты не параноился, вот в контракте, допустим, записано то, что там за каждый факап мы там даем тебе скидку какую-нибудь. Ну, разные есть ситуации. То есть из всех этих трех, ну, то, что я описал, мне кажется, что профессионал доверия – это самый рациональный способ общения. То есть, да, есть, ну, как бы, хинт, что ли. То есть вначале можно, ну, как бы, дружеское общение работает там, где вы готовы вкладываться в проект, где он вам настолько интересен, что, в принципе, вы уже не боитесь того, что заказчик заплатит меньше. Ну, вот это работает очень хорошо в опенсорсе, где заказчик, как бы, он размыт, то есть все комьюнити. Или если это действительно какой-то проект, в котором вы понимаете, что это ваше будущее, и вы там на нем будете жить там вечно, вначале его можно вот как бы дружить. С другой стороны, то есть не нужно пытаться сначала дружить, а потом переключаться в профессионала. То есть заказчик может это не понять. То есть в какой-то момент вы дружили, когда вы факапили, да, а когда вдруг пришло время оплатить, вы такой, ну, да вы что? Дружба дружбой там, а не бойся, что, ну, там, директор меня жил, дрючит. В общем, честнее быть профессионалом с точки зрения и ваш, и вас, и заказчика. Разобравшись со стратегией, давайте перейдем к тактике. То есть как это делать? Собственно, тактические приемы. Как демонстрировать профессионализм? Ну, тут все и просто, и сложно. Ну, если у вас профессионализм, ну, заказчики бывают разные, то есть и все разработчики бывают разные, и всего есть история. То есть если вы пришли, или к вам заказчик пришел уже с историей, то есть не первый законченный проект, естественно, он вам уже доверяет как профессионалам. Ну, в этом случае проблем никаких нет. Но если это что-то новое, вам нужно заслужить это доверие. Как его можно заслужить? Ну, в первую очередь мы должны, мы не должны заставлять принимать заказчика решения вне зоны его компетенции. То есть он начинает нервничать, он не понимает, что происходит. То есть представьте себе, вы вызываете сантехника, он раскладывает там трубы трех разных сечений и предлагает вам выбрать, а на чем мы будем делать там этот унитаз. Вы на него смотрите, ну, блин, ты же как бы профессионал, сделай мне что-нибудь. А он говорит, нет, тут вот у этого такие плюсы, у этого такие плюсы. Это очень напрягает. То есть если это вопросы бизнеса, естественно, вы должны советоваться с заказчиком. Если это технологические вопросы, то в чем вы профессионал, вы должны принимать решения и, естественно, нести ответственность за эти решения. Бывает так, что пока профессиональное доверие не наработано, заказчик пытается продавить какие-то решения, он там начитался в интернете, что там, ну, что вы там, но SQL это тренд, давайте его внедрять срочно. Вы должны уметь аргументированно либо согласиться, либо отказать. Ну, в любом случае, когда вы принимаете какое-то техническое решение, вы должны уметь его отстоять. Даже если у вас не предполагается, что заказчик о нем спросит, всякое может случиться, может быть, он спросит. Но если это начало проекта, скорее всего, он будет спрашивать, типа, а почему так, а почему сяк. Каждый раз нужно уметь аргументированно сказать. И в этом случае очень помогает, пока вы еще не завоевали себе доверие, использовать авторитет умных дядек, которые пишут книжки, статьи и прочее. То есть, допустим, очень много вопросов по интерфейсу, может, кто занимается мобильной разработкой в том числе, отпадает после того, как заказчику говоришь, что, мол, да ты что, ну, да, вот ты там предлагаешь очень интересный кей, но Джефф Раскин писал в своей книге, что то-то, то-то и то-то. Человек смотрит, действительно, на такой-то странице так написано, а это сам Джефф Раскин. Ну, и таких, в принципе, авторитетов можно найти практически, ну, по любому поводу. Даже если эти авторитеты подтвердят то, что вам предлагает заказчик, ну, уже хорошо. Можно будет ему сказать, о, классно ты предложил, кстати, точно так советует такой-то дядька. Мы так и думали. Естественно, еще хорошо предлагать варианты решений каких-то на основе своего опыта, потому что эти решения будут сделаны гораздо быстрее, чем нечто, чего вы раньше не делали. И это, в свою очередь, опять же, добавляет профессиональное доверие, потому что вы предлагаете какое-то решение, заказчик с ним соглашается, и после этого вы очень быстро его делаете, ну, очень быстро это, ну, естественно, растянутое понятие, ну, быстро и, скорее всего, вы его сделаете хорошо, потому что, ну, вы там уже не плаваете, вы твердо стоите на почве. И каждый раз, когда ваше решение подтверждается практикой того, что это решение сделано, и оно работает, вышло в ливни каких-то багов, каждый раз в копилочку профессионального доверия что-то падает. Так, ну, с демонстрацией профессионализма так, ну, и по верхам закончено. Далее нужно показать, что вы партнеры. Опять же, чтобы показать, что нам не все равно. Для этого нужно занимать проактивную позицию и стараться реагировать не только на запросы заказчика, но и вносить какие-то свои предложения. Думать наперед. Ну, в идеале работать с проектом так, как будто это ваш стартап, ваш личный проект. Это обязательно будет замечено, зачтется, и заказчик, ну, скорее всего, в гораздо меньшей степени будет спорить с вами. Когда он видит, что вам не пофигу, он понимает, что вы предлагаете не для того, чтобы просто сэкономить себе время, себе усилия, а для того, чтобы сделать проект лучше. Ну, редкий заказчик откажется сделать проект лучше. При прочих равных. Естественно, если ваше решение на два месяца дольше, он откажется. Но вы должны маневрировать в этом. Опять же, да. Ну, как бы из этого проистекает то, что мы, как команда или как отдельный разработчик, добавляем ценности проекта. Помогаем заказчику сделать его продукт даже лучше, чем он хотел в начале. То есть, чем было описано в спецификациях или на мокапах или еще как-нибудь. Причем, если ну, при небольшой сноровке мы даже укладываемся в наши первоначальные оценки. Потому что мы наши изменения, скорее всего, ну, не какие-то кардинальные. Мы просто говорим, что, ну, там, удобнее, допустим, кнопку разместить ближе к форме. То есть, просто будет быстрее работать пользователю. Нам, с точки зрения реализации, ну, честно говоря, все равно, где эта кнопка находится. С точки зрения юзабилити, с точки зрения удобства пользователя, это огромная разница. Заказчик это видит. Опять же, нам плюс. Да, и когда заказчик что-нибудь предлагает, не нужно там сразу так окей, будет сделано. То есть, нужно понимать, для чего это сделано. Для этого хорошо бы, даже если вы уже, в принципе, понимаете, либо проговорить это, о, это же позволит такой-то группе пользователя делать то-то и то-то. Правильно? Правильно. Или, если вы не понимаете, спросить. То есть, нет никакого смысла брать и делать какую-то форму, не понимая, зачем она нужна. Потому что, в процессе разработки, вы все равно зададите миллион уточняющих вопросов. А если вы заранее узнаете, зачем она нужна, возможно, этот миллион уточняющих вопросов скрутится до трех-четырех вопросов. Вы сэкономите и время, и опять же продемонстрируете заинтересованность и профессионализм. Ну, в общем случае, это тоже означает интересоваться бизнесом заказчика. Так, сэкономией времени что мы будем делать? Время уходит на какие-то, ну, чаще всего, время больше всего, уходит на какие-то типовые взаимодействия. Например, заказчик просит репорты, там, очень часто просит репорты. Или заказчик каждый день интересуется, а что у нас в проекте, там, ну, или еще что-нибудь в этом роде. Вот, все эти платы и взаимодействия мы должны проанализировать, понять вообще, что происходит, почему так происходит, и пытаться лечить не симптомы, а вот причины. То есть, частый статус-репорт, скорее всего, заказчик обеспокоен тем, что он не понимает, что происходит в проекте. То есть, ему сам репорт, по большому счету, каждый день не нужен. Если мы настроим как-то так процесс, что он будет видеть, что происходит, ну, он не будет их спрашивать. С другой стороны, если он их спрашивает, ну, естественно, нет никакого смысла делать их руками. Скорее всего, вы должны нормально использовать issue tracking систему, настроить ему этот репорт в виде фильтра какого-то, дать ему эту ссылочку, и там реал-тайм дата по проекту будет каждый день апдейтиться, или даже каждый час, ну, в общем, чтобы он это все видел. Еще экономит время автоматизированное общение. Ну, то есть, например, те же самые issue tracking системы, ну, это банально, но очень многие проекты стартуются на e-mail. Не надо этого делать. Во-первых, вы приучаете заказчика к чему-то плохому, а во-вторых, вы тратите время. А те же issue tracking системы со своими описаниями issues, с комментариями, со всем остальным, мало того, что позволяют это, если мы еще к этому всему привяжем приоритеты, не обсуждать неважное, то есть, сэкономить время, а если это у нас, ну, возьмем в случае аутсорса, работа на забор, позволяет отвязать нас по времени от заказчика. То есть, мы задали вопрос, если мы с заказчиком говорили о том, что не надо там нам сильно в Skype стучаться, еще чего-то, он спокойненько на следующий день или через 4 часа ответил в комментарии. Ну, как бы, ну, я сейчас понятно, что я банальные вещи рассказываю, но тоже нужно делать. А? Только их почему-то никто не делает. Ну, Ну, я надеюсь, что не то, чтобы совсем никто их не делает. Так, да, еще из автоматизированного общения это appointment в аутлуке, ну, или в какие-нибудь аналоги событий, которые можно расшаривать. Если их шарить с заказчиком, то есть, у нас билд в 3 утра, или там, ну, хорошо, в 3 утра не надо, у нас билд в удобное для нас время. Заказчик знает, когда у нас билд, вы прислали ему appointment, когда он случился, ему выскочила напоминалка. То же самое про встречи, то же самое про то, что там нужно поговорить, просто встречи какие-то можно освачивать. Так, дальше. Да, проблемы с общением скайпом. С одной стороны, там, ну, скайп или любые другие, там, голосовые, видеосвязи, это очень хорошо, они позволяют, там, очень быстро выяснить то, что текстом выясняется очень долго, с одной стороны, но с другой стороны, иногда таблетка бывает хуже болезни, то есть, бывают настолько разговорчивые заказчики, ну, они просто выедают все время. В таком случае, опять же, заказчика, желательно, вы еще не знаете этого заказчика, то есть, вы с ним первый раз говорите, но вы сразу, как бы, должны его там поставить в какие-то рамки того, что голосовое общение, оно нужно для того, чтобы там очень срочно что-то выяснить и разбежаться, потому что все занятые люди, у всех там, кому-то надо писать код, у кого-то другие митинги или еще что-нибудь такое, то есть, не соглашаться на то, что давайте-ка мы сейчас потрендим в скайпе, там, 4 часа, а после этого ты, то есть, заказчик, естественно, этого делать не хочет, все это занесешь в джир, там, опишешь митинг минец, там, и все такое прочее, то есть, с скайпом очень эффективно общаться, там, 5-10 минут, выяснили вопрос, разбежались, то, что вы обговорили за 5-10 минут, да, можно занести, естественно, в какую-нибудь ищетрекинг-систему или еще что-нибудь, но если растягивать разговоры на 4 часа, заказчик счастлив эти 4 часа, но потом вы не помните, что происходило за этот разговор, а переслушивать его, там, ну, далее, в качестве экономии времени, опять же, можно пытаться заказчика приучить к скрамоподобному процессу или канбаноподобному процессу, ну, скрам для новых каких-нибудь проектов для поддержки, канбан, но очень удобно в том плане, что даже если все оттуда выкинуть, кроме вот той доски, которая обеспечивает прозрачность, то есть, заказчик с вас слезет, он не будет спрашивать, что происходит по проекту, это уже очень хорошо, естественно, вы можете смотреть по вашим требованиям, по вашему проекту, то есть, какие метрики нужны, какие не нужны, какие артефакты нужны, какие не нужны, но вот эти вот доски, которые позволяют вам показать заказчику, что сейчас in progress, что пришло в следующий build, что находится в состоянии обговорить, ну, выяснения требований, это очень хорошо и полезно, насчет экономии времени очень такой важный пункт, не нужно тупить, потому что каждый наш затуп, ну, это те проблемы, которые мы сами разгребаем, а наши затупы бывают тоже нескольких видов, то есть, мы можем либо затупить там, потому что мы просто затупили, и с этим мы ничего сделать не можем, ну, всякого там, устали, там, еще что-то сделали, вот, а бывает так, что мы считаем это за тупом, вроде как мы не виноваты, хотя на самом деле, по большому счету, мы не прочитали какую-то статью, не выспались вчера, не... просто поленились что-нибудь сделать, то есть, поговорили с заказчиком, мы решили, да ладно, я через 10 минут запишу митинг, меняться, через 10 минут забыли, что произошло, перезвонить заказчику, спросить, ну, уже стыдно, они как бы, вот это, это плохо, то есть, те задумки, которыми мы можем контролировать, их нужно контролировать, то есть, как бы, тут все, видите, все риски, то есть, если мы хотим сэкономить сейчас себе 5 минут, то мы рискуем тем, что мы потом будем разгребать это 4 часа через неделю, соответственно, каждый считает, то есть, у кого какая статистика по проекту, то есть, если кто-то может себе позволить такие риски, ну, можно их, наверное, и делать. Так, результат наших общений сводится к тому, что если у нас в общении какая-то есть цель, то должен быть результат. Если мы ставили себе некую конкретную цель, после общения нужно его зафиксировать, либо в письме, либо в высшей трекинг-системе, то есть, мы чаще всего оговариваем какие-нибудь требования, либо оговариваем какие-то будущие события, мы говорим, что требование такое-то, оговорено тогда-то, так-то получилось. Либо, если у нас цель была не достигнута, то решение может быть, ну, вот, конкретное, то есть, мы выяснили требование, либо отложенное. Что такое отложенное решение? Это мы говорим, что ни до чего не договорились, в следующий раз поговорим, там, во вторник в три. Это тоже нужно обязательно зафиксировать, чтобы было понятно, в каком состоянии тот элемент проекта, относительно которого мы общались. Есть небольшое исключение, то есть, есть общение, которое вот для укрепления каких-то связей, или там, как выражается, там, понюхать воздух, то есть, что происходит. Тут, конечно, как бы цель туманная, соответственно, критерий достижения ее нет, и тут можно пообщаться с заказчиком подольше, там, непонятно о чем, но просто в этом надо себе отдавать отчет. То есть, если мы уже решили, там, понюхать воздух, то надо попытаться понять его настроение, а не просто говорить, там, ну, как бы, там, о собаке, о том, о сем. Потом очень сложно из прошедшего разговора вынести какое-то решение, то есть, а что, что же заказчик чувствует? Он беспокоится, не беспокоится, то есть, собирается идти там конкурентом нас проверять или еще что-нибудь. То есть, поэтому цель все равно должна быть, несмотря на то, что достичь, но я, скорее всего, толком не сможем. Так. Ну, тут еще такие небольшие хенты, то есть, это просто нужно знать, то есть, зачем, вернее, чего хочет клиент от нас, любой клиент, и мы хотим, когда мы клиенты, чего мы хотим? Мы хотим высококачественного обслуживания, ну, как бы, естественно. Это просто про то, что нужно отдавать себе отчет о том, как себя вести с клиентом. То есть, когда он беспокоится, то это, скорее всего, что он не чувствует, что он получает то, то, что-то из списка, которое я сейчас зачитаю. высококачественное обслуживание, быстро и эффективное решение его запросов, личностное взаимодействие, то есть, клиент хочет, чтобы в нем видели личность, а не просто мешок с деньгами, который там делает какие-то запросы, а потом должен обязательно раскошелиться. Естественно, раз он платит деньги, то он хочет получить лучшее за эту цену, которую он платит. Понятное дело, что если он платит три доллара, то он получает лучшее, что он может получить за три доллара. Но как бы это должно быть действительно лучшее за три доллара. И еще, скорее всего, клиент хочет иметь возможность кому-нибудь на вас пожаловаться. Это, ну, в общем, допустим, в заведениях, там, в ресторанах, в магазинах еще где-то есть вот эта вот присловутая жалобная книга. она, ну, она не просто так. Она нужна для того, чтобы заказчик понимал, что если его неправильно обслужат, он будет иметь возможность что-то с этим сделать. Поэтому, когда вы работаете с кем-то, хорошо бы заказчику рассказать, что, знаешь, ты со мной сейчас общаешься, но если что-то не так, вот есть человек, с которым ты можешь поговорить по поводу того, как я работаю. То есть, если тебе не нравится, как я работаю, пожалуйся на меня. Этот вопрос решится на уровень выше. И, в принципе, это очень хорошо, потому что, с одной стороны, мы демонстрируем уверенность в своих действиях, то есть, мы сами говорим, что если мы затупим, иди на кого, ну, пожалуйся на нас. И из этого следует, что, в принципе, мы не боимся этой ситуации. То есть, мы думаем, что мы не будем тупить. И заказчик это видит, персональная дверь растет. С другой стороны, чувство безопасности у заказчика тоже растет. То есть, затупим мы, не затупим, но он видит план Б. Теория теории, а еще есть такое понятие, как проблемные клиенты. Мое личное мнение, что, в принципе, проблемных клиентов есть две больших категории. То есть, одни это клиенты, у которых проблемы с личностью, вот это там, а есть те, которые просто беспокоятся. Ну, начать можно с того, что попроще. Если клиент в целом адекватен, но он создает вам проблемы тем, что он просто беспокоится, то есть, требуется у вас эстимейт, требует отчеты, пытается микроменеджить. Скорее всего, все решается на процессном уровне. То есть, не хватает доверия, не хватает прозрачности. То есть, что с этим делать, я уже говорил выше. Есть проблемные клиенты, у которых такой тип личности. Ну, опять же, скорее всего, их миллионы маленькая тележка, но самые такие заядлые, это вот клиент-хам, это вот человек, который там любит поругаться. Причем, среди клиентов, их, возможно, не так и много встречается. Ну, то есть, на моей памяти из, наверное, сотни клиентов таких было двое. То есть, реально любили ругаться. Но среди заказчиков-начальников таких, наверное, очень много. И как с ними жить? Ну, тут можно тоже так. В интернете, в общем, была статья. Достаточно логично описано, что есть хамы, которые делают, ну, хамят, потому что так принято. То есть, наверное, его начальник ему хамил, он перенял этот тип управления, то есть, тоже хамит. Такого можно перевоспитать. То есть, сказать, что, чувак, ну, блин, это не дело, со мной так не надо разговаривать, вплоть до того, что можно написать там заявление об увольнении по поводу того, что со мной неправильно общаются. И, если это, ну, у человека, просто нет внутренней потребности ругаться, он просто так привык, ну, возможно, он сделает какие-то выводы и попытается так не делать. Есть еще люди, которые, ну, хамят, потому что они думают, что они так становятся ближе к народу. Тут два варианта. Либо можно помотикаться в ответ и тоже стать ему очень близким человеком, если вы такие, ну, начнете говорить на одном языке. Ну, тут уже зависит от того, насколько вы к этому комфортно относитесь. Либо пытаться, опять же, перевоспитывать, ну, ну, как бы, люди вот такого плана мало перевоспитываемые, но надо просто давать себя отчетом, что он не желает, как бы, вам зла, просто он так разговаривает. Вот. А есть люди, которые, ну, как бы, садисты, они ругаются, потому что они любят унижают людей. Ну, с такими лучше просто не работать, сразу разворачиваться, уходить. Или пить сетативные препараты. Ну, тут, потому что, зависит от зарплаты, естественно. Еще один проблемный тип клиента, это, ну, клиент, у которого он так не говорит, но во всех его действиях прослеживается четкий месседж от Вали. То есть, чаще всего это какой-нибудь там менеджер, ну, как там говорят, я там, я менеджер, я не хочу ничего решать, я хочу знать, когда будет сделано. Вот, с таким заказчиком, ну, ему надо помочь. То есть, он хочет знать, когда будет сделано, ну, значит, не трогайте его, а вы же профессионал, то есть, попытайтесь это сделать. Естественно, если у вас достаточно для этого ресурса, то есть, вы понимаете, что должно быть сделано, вам понятен бизнес и все такое прочее. Если этого всего нет, то нужно или описывать человеку ситуацию, во что ему выльется его такая позиция, либо пытаться найти другое контактное лицо. Есть такой вот менеджер от Валии, но он так делает, потому что он не знает. То есть, он не знает, как принимать решения, ему надо учить, ему надо рассказывать, что, что такое приоритеты, почему требования это важно, где их можно взять, вплоть до того, что если ты не знаешь, что должна делать эта форма нашего продукта, иди в отдел, который пользуется этой формой, спрашивай людей, которые там работают, потом нам расскажешь. Такое тоже бывает. Главное, не складывать руки, не умывать их, не пытаться ждать, что это все рассосется. Ну, есть менеджер, который говорит, отвали, просто потому, что ему год до пенсии, и он уже ничего не хочет. Тут только ждать, потому что вряд ли вы что-то сможете сделать, кроме возможно найти кого-то еще, которому интересен проект, который мимо этого менеджера что-то вам расскажет. Ну, это очень такие опасные пути, потому что через голову общаться тоже нехорошо. И менеджер, заказчик проблемный, который фонтан. Он не затыкается, и у него есть два варианта. Либо его много, он просто не умеет по-другому общаться. Любую идею он озвучивает по 10 раз, там, с разными вариациями. И заткнуть невозможно. Ну, тут надо попытаться общаться с ним в суши. Во-первых, естественно, не пытаться вылазить с ним в скайп, переходить в e-mail, учить его писать короткие письма, говорить, что я не понимаю длинные предложения, ну, и все такое прочее. Единственное, что, ну, то есть, надо пытаться общаться с суши, но не общаться жестко, потому что люди такого склада, жесткое общение, они не понимают, они на него обижаются, и все. Ну, естественно, пытаться заворачивать его в ищет реконсистему, потому что ищет реконсистему, чисто психически, воспринимается как нечто технологическое, серьезное, то есть, там сидят фичи, они должны быть описаны сухим языком, и вот он там как-то, как-то его фонтанирование, там тоже усыхает. И есть заказчики, у которого много, там первый был заказчика много, а это у заказчика много, то есть, у него очень много идей, он не знает, на чем остановиться, все время что-то рассказывает, вы начали с ним объяснять там одну фичу, все перелезло на вторую, на третью, на пятую, на десятую, нагенерилось еще новых юзерсторис, и конца края тому не видно, но тут тоже, то есть, с таким человеком нужно, скорее всего, выработать некий формат, в котором вы принимаете от него идеи, возможно, это формат юзерсторис, там, сагайловский, возможно, там, по вигерсу, там, описание сторис, юзкейс, еще что-нибудь, то есть, что-то, что генерацию идей для него делает энергозатратным действием, то есть, чтобы он не мог бесконечно генерировать, ну, естественно, сразу, то есть, ему сказать, что, когда ты что-то выдумал, сразу же, прежде чем говорить мне, ответь на вопросы, зачем, для кого, и как это будет сделано, то есть, как только он начинает хотя бы немножко об этом задумываться, количество идей падает в два раза, когда вы пытаетесь сказать, да, я буду с тобой обсуждать идеи, но ты мне их пришлешь либо в виде юзкейса, либо в формате юзерсторий, то есть, идеи падают в четыре раза, ну, а если его завернуть сразу выше трекинсистемы, сказать, что ставь приоритеты, то все, их там начинает уже не так уж и много быть, можно жить спокойнее. у меня просто возникали ситуации обратно, когда такого человека как-то пытаешься загнать, там, в редмайне, да, но потом в редмайне читать нечего и делать нечего, и вроде как проект стоит, а в смысле он просто остановился, решил ничего не писать, ну, тогда, значит, надо брать человека, то есть, он фонтан истяк, значит, его надо задавать вопросы и помогать ему в редмайн что-то заносить, то есть, выделить время на то, что, чувак, сегодня у нас там будет сессия по поводу того, что, какие у нас новые требования будут в проекте на эту неделю, и мы их будем записывать, и если у него действительно фонтан истяк, ну, что ж, придется за ним позаписывать, повытягивать из него эти требования, через какое-то время он опять начнет их фонтанировать и все повторится, ну, возможно, с какой-то там итерацией он сам начнет писать в редмайн в нормальном этом самом формате, ну, как бы, есть история успеха в данном случае, и точно так же есть фейлы, то есть, когда человек никак не учится и что с этим делать непонятно. Так, ну, далее, в качестве бонуса, то есть, хочу лишний раз, заметить, что менеджеры для работников, это тоже заказчики, то есть, они те же самые люди, они ставят вам ТЗ, они хотят от вас результат, и, в принципе, у них бывают те же тараканы, которые я вам покажу и описывал, то есть, если вас постоянно ваш менеджер спрашивает, а почему вы решили так делать, то, скорее всего, то есть, у него к вам нет технического доверия, профессионального доверия, то есть, вы должны ему отстаивать какие-то свои технические решения. Если вас постоянно спрашивают, а ты точно сделал, а ты точно проверил, то, наверное, он менеджер, думает, что вам кофем на проект, и не доверяет. Если постоянно требуются отчеты какие-то со стороны менеджера, опять же, наверное, с вашей стороны страдает дисциплина, или даже если она не страдает, то есть, менеджеру этого не видно, он беспокоится. и все вышеперечисленное относится к общению с менеджерами в той же мере. То есть, их можно воспитывать, с ними можно дружить, с ними можно ставить себя профессионалом, после того, как менеджер, он будет вон-дерег профессионал, он у вас не будет геморроить, это 100%. Ну все. То, что я хотел рассказать, я рассказал. Я бы хотел каких-нибудь вопросов еще послушать. Одну секунду. Дарь, поскольку у нас время. Но у нас еще 20 минут на сборок. Понятно. Ну, я люблю отвечать на вопросы, если они есть, я бы хотел это поделать. А вот вы говорили в последнем случае, когда менеджер постоянно как-то любит. А как быть, например, если менеджер просто не имеет технической компетенции на то, чтобы ставить задачи, на то, чтобы проверять, а он не может понять, с кем у нас задача идет? Не только менеджера и заказчики такие будут. Заказчики положены. Заказчику, простите, менеджера уже нет. Лично мое мнение, в принципе, что заказчику, что менеджеру технические компетенции не нужны. Если они могут объяснить внятно бизнес-задачу, это ваша задача описать ее в рамках технических acceptance критериев и показать ему, что она реализована. То есть acceptance test, он же вообще на технические штуки не завязан. Вот то, что мы смотрели, behavior, dream, development. Как такое-то? Я хочу иметь возможность зайти на какую-то страницу и прочитать такую информацию. Как вы это сделаете? Никого не волнует. Это может быть Symfony, WordPress, еще что-то. Если это выполняется, бизнес удовлетворен и менеджер тоже выполнит в этом. Менеджер ставит эту задачу либо с неявными требованиями, либо с противоречивыми? Ну тут надо учить менеджера и учить команду эти требования утрясать. Естественно, при должном уровне доверия эти требования могут быть неявными и они могут реализовываться от проекта к проекту. То есть мой любимый пример. Ни одна техническая спецификация не говорит о том, что в это приложение не должно сыпать error 404 или error 500. То есть нет этого в требованиях нигде. Ну как бы все вроде как понимают, что это должно быть так. И это все упирается в то, насколько там менеджер с командой сработались и насколько они друг другу доверяют. Да, если раз за разом возникают проблемы со сдачей какого-то таска с менеджером, значит с ним надо более детально оговорить этот таск, оговорять приемочные критерии. То есть ставится задача, прежде чем взять эту задачу в исполнение, нужно говорить, а как ты поймешь, что я ее сделал. Человек не понимает, садитесь вместе и выясняйте. Если человек не может это сказать, он выясняет это с заказчиком. Все. Как правило, чем менее компетентен заказчик, тем больше у него начинается парадоя по поводу того, а не на зухой, где-либо еду. Да, естественно. В случае, когда обсудили проект, заказчик согласился на нашу эстимейт, потом через день пишет, а вот мне дядя Вася сказал, что вот это можно сделать за 4 часа, не за 8, а вы мне сказали, что он согласен и все. То есть, такая парадония начинается, как с этим бороться. То есть, он не проверен, ну, как бы, какие-то авторитеты существуют. Да, понятно. Не правы, а, возможно, не правы, но он, как бы, верен не больше, чем нам. Как переломитель. То есть, мы заискиваем по одному, а по нористу можно вот меньше. наверняка у него уже есть наверняка у такого заказчика, который любит ходить искать в технику дешевле, у него наверняка есть чердолка проработка с офисами, которые вообще за 2 доллара сделают целый сайт. И вот можно оперировать к такому предыдущему, то есть спросить, да, этот предыдущий опыт. Наверняка ты можешь показать, что даже в любой истории есть случаи, когда то, что дешевле, вроде бы, тебе говорят, что будет то же самое, и да, он будет 2 раза дешевле, нифигано работать не будет. Ты можешь пытаться на негативном опыте себе. Так, ладно, сейчас я попытаюсь тоже ответить. Если заказчик уже пришел к вам, значит у вас, ну, все-таки он у вас выбрал, какой-то кредит доверия есть. Да, он пошел, попытался провалидировать ваши эстиммейты с кем-то. Надо, значит, брать и серьезно с этим заказчиком говорить, что там, дорогой Джон, это вообще интересный, конечно, момент. То есть смотри, мы думаем 8, мы уверены в своем эстиммейте, давай мы или поговорим с этим человеком, который дал эстиммейт 4. Может он нам расскажет, как сделать быстрее. И как только мы поговорим с этим человеком, то мы или согласимся на его эстиммейт, или этот человек скажет, да, наверное, я что-то там не сильно вчитался в задачу, там еще пару форм не заметил, там еще чего-нибудь такого. То есть не нужно это замять и не нужно пытаться сказать поверь мне. То есть нужно попытаться выйти в прямое общение. То есть мы уверены в своем эстиммейте, окей, давай зови своего Васю, который эстиммейтил за 4, мы сейчас поговорим. Если там либо с нашей стороны мы что-то испугались, или с его стороны он чего-то не заметил, мы это выясним и мы будем знать честный эстиммейт. В большинстве случаев просто вот такой уверенный ответ, ну, уже заказчику даст понять, что да, наверное, все-таки они в чем-то уверены. С другой стороны, он может привести этого Васю, вы с ним поговорите, и это будет тоже полезно. Особенно, если вы Васю убедите в том, что Ваш эстиммейт был правильный. Естественно, но просто если эстиммейт... Сейчас, одну секунду. У нас была такая ситуация, когда мы разбили, но, опять же, система была новая, и невозможно было сказать, вот точно ли это будет 8, это 4, это 2. Мы дали какой-то поверхностный по всем фичам. Потом заказчик говорит, а мне кажется, здесь не 4, а здесь только кто-то тот. Ну, как бы, друг. Так как мы делаем эстиммейт предпочтительный, это наше понимание сейчас, как это будет сделать. Мы можем уменьшить это до часа, а потом и будет другой таспорт, и вылезет. Нет, все верно, просто, опять же, если у заказчика нет опыта в работе в саттерных проектах, ему нужно рассказать вообще, что такое эстиммейт, что это не точка, что это какое-то там доверительный интервал с каким-то отожиданием, можно загрузить его реальной этой математикой, то есть он там очень удивится, начнет понимать, что ух ты, одно может быть быстрее, другое там медленнее, и все такое прочее. Да, естественно, заказчик, который технически не подкован, будет сначала удивляться, но на текущий момент есть достаточно много как раз авторитетных источников, которые внятно объясняют, что такое эстиммейт в софтверных проектах. Можно дать им почитать тоже Книберга или там еще кого-нибудь. Это всегда задержано имя начало. То есть это превышается. Кстати, поговорим за русским математическим вот этими вещами. Один заказчик правовался нашему начальству, что когда мы начали рассказывать вот эти загрузки информации, в нем еще больше укрепла мысль о том, что мы его пытаемся отожукать. Потому что он не понимает, что ему кажется, что мы просто рисуем выдавить таближки. Такое тоже может быть, естественно. Поэтому сначала надо пытаться объяснить максимально доступным способом. Поэтому все вот эти книжки по эстимейшнам, они начинаются с того, что буквально два абзаца объясняются на пальцах, потом объясняются в локтях, а потом начинается что-нибудь очень жесткое с математикой и с всем остальным. Если заказчик на пальцах не понял, в локтях не понял, возможно, не имеет смысла идти с ним с математикой, возможно, это не ваш заказчик. Ну, как-то так. Начальство утверждает, что это очень важный заказчик. Если заказчик очень важный, тогда надо заказчику объяснить, смотрите на его поведение. Вот он хочет какие-то эстимейты, мы можем, конечно, провести демонстрацию того, что он ошибается, но это нам будет стоить столько-то, если мы согласимся на его эстимейты, а потом их превысим, то есть все же выбирается в риски. Да, заказчик важный, но если мы будем делать 8-часовые таски по цене одного часа, вряд ли он станет настолько же важным, как ему кажется. Сейчас. А поставите в случае есть клиенты много внимания, если мы можем с вами часть работы. То есть если ему нужен совместный чат с какими-то вопросами, то тут надо тоже сегментировать время. хочешь пообщаться, окей, у нас есть полчаса утром, полчаса вечером, мы там общаемся. Срочный вопрос, у тебя есть контактное лицо, идешь к нему. Хочешь быть частью команды, приезжай, посиди рядом с нами. Или вот тебе скайп, телевизор, смотри, как команда ходит, пишет, работает, чай пьет, что-нибудь такое. Беда, беда. Ну, то есть, опять же, вы можете попытаться его научить. То есть, ну, стартапы очень хорошо идут либо по канвану, либо по скраму. Дали ему вот эту маленькую книжечку Книберга, там, шо-одну, шо-вторую, он ее почитал, если ему это реально все интересно, он загорелся, он рисует там эти брундауны, бурнапы, там, сортирует эти истории, трепетно относится к размеру спринта, то есть, действительно, там, особенно, когда он прочитает про, там, фокус-фактор и что он является причиной его увеличения, то есть, по 6 киммейты из-за него растут, ну, он, наверное, съежится в плане общения. Ну, такой аспект, например, из-маркетинга прошел от проекту, какое-то время он уже разрабатывался, тут на октябре рожден, на месяц 4, да, или там полгода уже, и вроде бы как, уже надо, например, предложить рефактор, рефактор тянет за собой антотесты, да, потом, не знаю, рефактор антотестов, ну, как бы, такие вещи, и вроде бы как, маркетинг должен, да, предлагать за дальше свое, ну, как, сначала он не захотел. Сейчас, одну секунду, то есть, пришел проект, разработанный не вашей фирмой, на поддержку, и вы понимаете, что... Нет, то есть, как вот, в начале заказчика не убедили, или не предложили, ну, в общем, не было вот этого оговоренность, начальше, но уже проект дожил этого момента, что надо, как бы... Что дальше нет, да, понятно. Ну, как бы, понятие технического долга, все это заказчику рассказывается, рисуется замечательный график, что в начале проекта стоимость одного ченджа, среднего, 8 часов, с нарастанием технического долга, нарастает цена изменения. В какой-то момент вы приходите к тому, что чендж, который раньше занимал 8 часов, занимает 32 часа. Тут вы начинаете говорить, а если мы по рефакторим, то ченджи опять будут стоить 8, но рефакторинг стоит столько-то. Ну, то есть, графики с точкой пересечения, можно сказать, если проект заканчивается через 4 дня, понятно, у них то рефакторить ничего не будет, то есть, вы сделаете там, что успеете, то и сделаете. Если проект долгий, ну, все считают деньги. Тут два варианта. Очень часто бывает, что либо человек соглашается на рефакторинг с вами, но вы должны показать, что действительно этот рефакторинг помог, его ченджи стали опять стоить мало. Если этого не происходит, ну, вы теряете свое профессиональное доверие, вы скорее всего теряете заказчика, потому что вы потратили время на рефакторинг, не доставили ему никакого результата. Второй вариант, заказчик не соглашается, и он уходит в другую фирму, и там ему делают рефакторинг, только это называется, да нет, код говно, мы все перепишем с нуля, и все повторяется заново. Но только в этот момент, когда вы приходите к тому, что цена ченджи наросла, вы можете сказать, ты помнишь, когда ты к нам пришел, и почему ты к нам пришел? То есть сейчас может все повториться. Ты можешь сейчас опять от нас уйти, отказаться от рефакторинга, и войти в этот цикл еще раз, либо можешь этого не делать. Хорошо, если это вообще, когда он к нам пришел, сразу же сказать, смотри, ты к нам пришел с такой историей, мы отказываемся делать проект с тем, чтобы через 3 месяца опять цены ченджи наросли, и ты от нас ушел. Поэтому мы сразу делаем все с тестами, с рефакторингами, со всеми делами. Но иногда помогает, ну естественно, иногда не помогает, бывает по-разному. По поводу заказчиков. Есть прямые заказчики, которые как бы понимают, что им нужно сделать, ну смысл тот, а написать грамотно не могут. Вот тут по поводу скайп-общения. Иногда проще по скайпу с ним поговорить какое-то время. Естественно, все, что опирается в то, ваше время, инвестированное в общение, должно потом помогать проекту двигаться вперед. Если это время тратится зря, ну не нужно общаться. Если оно тратится продуктивно и после вашего общения рождаются несколько новых юзер-сторис, нормально описанных, ну конечно, нужно общаться. Естественно. Голосом быстрее выяснить. Я просто упирал на то, что не нужно выяснять сразу миллион всего. То есть нужно выяснить конкретную штуку и все. Не уходить в дебри, не разговаривать про собаку, если у вас... То есть вы выяснили, вы можете написать код. Все, спасибо, я выяснил, через два часа я тебе покажу эту фичу, положил друг и пошел делать. А юзер-сторию в редмайне, что на сколько я понимаю? Ну, хоть на бумажке, какая разница, лишь бы она была зафиксирована, эта юзер-сторис. Просто в редмайне, или там в джири, или там в мантисе, там где угодно, эта штука в любой вики подобной системе, она удобна тем, что записали, тут же отправили линк заказчику, провалютируй, все верно, да, все верно, или нет, неверно, давай исправим вот эти четыре слова, исправили, все стало хорошо. Я хотел сказать вам еще, ответить на вопрос девушек, например, если заказчик участвует в проекте, да, но при этом не имеет достаточно технической компетенции, можно, допустим, ему дать писать тесты на геракинги? Кстати, да, БДД, одна из причин ее создания в том, что бизнес людям, дается возможность описывать требования к проекту почти что на их языке. И на самом деле, вот эти тесты, написанные на геракинги, решают, ну, большинство вопросов коммуникации с заказчиком. У вас есть четкое определение завершенности задачи, да, если проходят, то, значит, задачу не сделают. Вот, ну, не знаю, мне очень помогает именно геракинги в ежедневном общении заказчиком. или вот он очень хочет, он это все изучил и пишет. Ну, пока это еще стартап, который горит в душе, ну, бывает и такое. Вы упомянули про то, что есть необходимость обучать менеджера в определенных случаях. Было ли это в вашей практике? Если да, то каким образом вы это делали? я каждый день помогал менеджеру выполнять его обязанности по отношению ко мне. То есть я, ну, приходит менеджер, он типа, а, там, что-то надо запедалить, а что конкретно, а давай ты, типа, ну, как бы, происходит какой-то разговор, в котором в формате разговора формируется некий, там, допустим, шаблон постановки задачи, и тут ты такой, блин, зацени, как клево, а давай ты, типа, этот шаблон и дальше будешь использовать. Давай, я вам смотрю, этот шаблон уже пошел, там, еще кому-то, еще кому-то, и как бы, ну, хорошо, всем, всем неплохо. Естественно, ну, это я сейчас описываю, как бы, идеальную ситуацию, это делается не за один день, ну, с одной стороны, это требует каких-то моих вложений, там, энергии, там, то есть я могу сказать, это не мое дело, там, учить менеджера, как работать со мной, а с другой стороны, ну, а почему нет? То есть мне потом с этим лучше жить. Но вы сейчас говорите с точки зрения ДЭВа, а если брать более высшестоящие инстанции, то есть с точки зрения там или владельца, или менеджера более высшего звена? То есть, ну, менеджер, это такая штука, которая находится между девелопером и там, ну, директором, скажем так. Естественно, то, что видит девелопер от менеджера, это одни штуки, и он их учит ему. То, что видит босс, это другие штуки. Естественно, тоже, ну, любой босс учит своих менеджеров. То есть, вместо того, чтобы вы каждый день спрашиваете, как дела, он им говорит, ну, пиши ежедневный отчет вот в таком формате. Ну, это же есть, собственно говоря, обучение. Если этот ежедневный отчет не дает информации, которая мне как босса нужна, ну, я придумаю еще что-нибудь. И, ну, тут как бы я вообще не представляю, как вышестоящий человек не учит. То есть, он постоянно учит это его работа. То есть, каждый раз, когда кто-то к нему заходит в иерархию, он рассказывает, как он ожидает от него, какое поведение, какие задачи ставит. Естественно, если это человек новый, он ему ставит задачи, контролирует их выполнение, контролирует результат, контролирует, как это было сделано, с тем, чтобы, возможно, не пострадали ниже стоящие люди, потому что человек еще не очень правильно все себя ведет. Но как-то так. То есть, боссы, которые не учат своих людей, ну, они плохие боссы. Можно ли учить начальника своего начальника? Если об этом, то я считаю, что все-таки это лишнее. Учить через голову и даже в крайнем случае. когда вот этот уже не из личин, то можно попробовать как-то достучаться до следующего. И попробуйте проверить, а его надо учить или он понимает все. Еще есть что-нибудь? Тогда все.